Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале РКРП Live. Вы слушаете выходной подкаст. Я, Анна Грин, и наш собеседник Михаил Марков, член карельского отделения РКРП, преподаватель истории и философии Петрозаводского колледжа культуры и искусства. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Михаил, наш первый вопрос. Как вы можете прокомментировать состоявшиеся 10 сентября дебаты Дональда Трампа и Камала Харрис? Что можно сказать по этому поводу? Харрис и Трамп, можно сказать, обменялись «любезностями», то есть Харрис обвинила Трампа в том, что он запретит аборты, Украину сдаст полностью, а тот в свою очередь обвинил ее в том, что она марксистка и сдаст Израиль и устроит еще, возможно, третью мировую. Но, в принципе, оба кандидата на самом деле, несмотря на свою внешнюю разность, достаточно похожи, потому что если посмотреть на их предвыборную программу, на предвыборную программу республиканской демократической партии, то можно увидеть следующие моменты, что оба они считают Китай своим основным противником и готовы его всячески ограничивать какими-либо способами. Во-вторых, поддерживают они своего избирателя из мелкой и средней буржуазии, верхушки рабочего класса, но надеются это сделать разными способами, потому что Трамп предлагает в принципе снизить налоги, в том числе из корпораций, с физических лиц. Харрис предлагает снизить налоги только с физических лиц со средними и низкими доходами и частично увеличить налоги для корпораций. В целом, что можно ответить, еще отметить, что Трамп делает акцент на наращивание вооружений, а Харрис не говорят о том, что напрямую будет наращивать вооружение, но в принципе выступает за очень активную линию внешней политики и вмешательство во внутренние дела других стран и поддержку стран НАТО и Украины. И соответственно, естественно, что подобные действия потребуют развития военно-промышленного комплекса. И в принципе это логично, потому что за обоими кандидатами стоит крупный капитал американский, просто несколько разной отрасли. Если за республиканцами у нас в основном стоят нефтянка, разнообразные отрасли ВПК напрямую и разные старые отрасли, то за демократами в большей степени стоят представители новых отраслей капитала, несколько более высокотехнологичных и связанных с мультимедией. Вот поэтому некоторая разница в подходах у них есть, ну и естественно они играют на публику с тем, чтобы обеспечить себе поддержку рядового избирателя. Примерно так. Как вы считаете, Камала Харрис в целом себя успешно показала, учитывая, что это ее первые дебаты? Достаточно успешно на самом деле, потому что Трамп все-таки шоумен, он привык к тому, чтобы своего противника грабить и всячески показывать себя в лучшем выгодном свете. Но выяснилось, что в принципе, если у него относительно адекватный противник, который более-менее привык к его приемам, видимо их она изучала, как он работает, и соответственно отстаивающий какие-то свои позиции, а он в принципе может ему противостоять. Кроме того, Харрис в принципе тоже пользовалась активно разнообразными пропагандистскими приемами, да, то есть она упирала на различные клише такие, старалась играть на эмоциях, как в принципе и Трамп, и апеллировала больше к каким-то таким общим моментам, да, зачастую рассказывая, что она за все хорошее против всего плохого, скажем так. В принципе, на американского зрителя это вполне работает. Ну и, наверное, на многих зрителей в мире. Ну, насчет эмоций это тоже интересная история, ведь известно, что изображения Камалы Харрис уже разлетелись на мемы о вранье, и такая интересная реакция общества, а возможно это работа противоположного предвыборного штаба? Ну, естественно, что оба кандидата и их предвыборные штабы, они будут максимально использовать все свои возможности, в том числе обвинять другого в вранье, и действительно, я уверен абсолютно, что и Трамп найдет, и его предвыборный штаб у Камалы Харрис передергивание неправду, и предвыборный штаб Камалы Харрису найдет у Трампа массу передергиваний, и они абсолютно справедливо друг другого в вранье обвинят, потому что этот кандидат это буржуазное, а у них вранье им положено, потому что буржуазия всегда строит свою избирательную кампанию, свою деятельность на вранье, потому что ей же нужно убедить рабочий класс трудящихся, основную массу населения в том, что они должны за нее проголосовать, так сказать, без принуждения, и для этого нужно наврать, объяснив, что вот интересы буржуазии, они совпадают с интересами рабочих. Поэтому естественно, что оба кандидата будут примерами великолепного вранья, или даже не очень великолепного, потому что некоторые из их заявления разоблачаются достаточно быстро и просто. Достаточно чуть-чуть там сходить не на первую ссылку в гугле, а на вторую. Хорошо. Давайте мы перейдем к следующему вопросу. Апелляционный суд в Кирове отменил решение о передаче акции Ивановского завода тяжелого станкостроения государству. Как вы думаете, возможно ли в принципе в нынешних условиях успешная борьба с незаконной приватизацией и ее последствиями? К сожалению, вот мы видим, что в нынешних условиях любая борьба с последствиями приватизации, она малоэффективна, потому что государство буржуазное, оно зависит от крупной буржуазии, и собственно его главная функция это гарантировать неприкосновенность этой крупной собственности, которую присвоили представители буржуазии в ходе приватизации. И естественно, что оно в полной мере, как бы ему не хотелось бы, решить эту проблему не сможет. Больше того, что мы еще видим, за период с 91-го по сегодняшний день государственный аппарат выстраивался для работы именно вот в таком вот полупериферийном капиталистическом государстве, где не совсем понятно, да, государственные какие-то предприятия или частные, или это вообще все государство принадлежит, например, Газпрому. И естественно, что при таких условиях государственный аппарат, он заточен на сотрудничество, и как белое, так и черное, скажем так, с крупным капиталом, да, и естественно ему вообще не хочется даже брать на себя управление какими-то отраслями промышленности. Ну вот, конечно, нужда заставляет, да, ряд ветвей власти понимает, что нужно бы что-то с этим сделать. Но естественно, что эта инициатива, она будет всячески гаситься, вязнуть. И естественно, нужно понимать, что с одной стороны здесь есть назревшая тенденция, потому что просто сама по себе вот эта текущая обстановка в мире, да, специальная военная операция заставляет брать под контроль какие-то предприятия, возвращать под контроль государства военную промышленность. Но все это пока очень относительно, потому что даже та промышленность, которая считается относительно государственной, она на самом деле, во-первых, зачастую представляет собой акционерное общество, даже не зачастую, а в принципе представляет собой акционерное общество. И тот же концерн Калашников, например, у него 49% акций принадлежат частным лицам. И в принципе даже сам по себе он управляется именно как частная компания, да, которая нацелена на прибыль. Поэтому после, допустим, возвращения государства какого-либо завода и его акций, необходимо, чтобы он еще работал не просто как частное предприятие, нацеленное на получение исключительно прибыли, да, а включился бы хотя бы в относительно небольшой план по производству той же военной техники. Вот так. То есть поэтому на сегодняшний день вот эти все усилия, они будут вязнуть в бюрократическом болоте, в судах, где угодно. И еще раз нужно нам, наверное, напомнить, да, что реальная национализация, да, она может произойти только уже при смене общественно-экономических условий, да, при смене власти, достаточно радикальной при этом, чтобы уже новая власть не была так сильно связана старым аппаратом, старыми судебными органами, и самое главное, не была кровно связана с интересами буржуазии. Ну и чем быстрее люди-то поймут, в принципе, на всех вот этих небольших примерах или больших, да, тем будет лучше, ну, а мы будем сильно этому помогать, разъяснять, что даже хорошие инициативы вот при текущих обстоятельствах они будут максимально тормозиться и затираться. Хорошо. Давайте теперь мы с вами перейдем к не менее животропещущему вопросу. Это вопрос Украины. Сейчас Украина хочет проведения переговоров в Индии без участия России. Реально ли это? Ну, что нужно сказать по поводу переговоров и, в принципе, ситуации на фронте. На самом деле мы увидели, что обе стороны серьезно устали от войны, при этом они не могут переломить ситуацию в свою пользу, потому что нету все-таки не военных резервов, то есть не хватает мобилизационного потенциала, потому что экономика не выдерживает дополнительных мобилизаций. Значит, не хватает, возможно, и производственных мощностей, в частности в России, но Украина, понятно, сидит на снабжении и полностью зависит от иностранного подвоза. С третьей стороны выясняется, что еще при текущей ситуации уровня подготовки войск и их численности невозможно добиться каких-то решительных результатов, потому что мы видим какие-то локальные наступления, и, соответственно, потом оно достаточно быстро прекращается, войска окапываются, и дальше ничего сделать не могут, никаких решительных прорывок, крупных окружений здесь нет. И поэтому получается вот такая битва на истощение, попытки каким-то хитрым маневром изменить ситуацию. И, ну, допустим, вот как проделала украинская руководство, попытавшись атаковать Курскую область, ну, и вклинившись в нее на некоторое расстояние, заняв территорию, ну, теперь вот российские войска, они эту территорию потихонечку отбивают. И поэтому понятно, что ситуация, вот она входит в такое тупиковое положение, и естественно, что с обоих сторон, на самом деле, мне кажется, буржуазия и руководство страна, оно ищет потихонечку какую-то возможность договориться, потому что поняли, что уже эта война, она ведет к усталости населения, к росту недовольства серьезному, да, а прибыли она не такие серьезные, возможно, приносит. Поэтому потихонечку начинаются какие-то попытки вести мирные переговоры. Вопрос в том, что, естественно, каждая страна хочет вести переговоры на своих условиях. Вот, и естественно, что Украина пытается, например, при поддержке Запада, вот провести какой-то мирный процесс, да, как они это считают, и выставить России условия для того, чтобы прекратить боевые действия. Вопрос в том, что пока что, естественно, переговоры, на которых будет присутствовать всего одна страна, но явно они не будут работать. И поэтому пока переговоры в Индии там или где угодно без присутствия России, они не сработают. Вот поэтому пока что это вот только зондаш позиции других стран, зондаш позиции Украины, зондаш позиции России. И, естественно, что потребуется еще довольно долгое время накопления усталости, какие-то боевые действия, чтобы на следующий раз, например, уже объявили о том, что та же Индия будет принимать обе стороны и служить модератором, да, и посредником при переговорах. Так что это, скорее всего, просто такое зондирование. И, естественно, что переговоров без участия России сделать не получится. Ну, по крайней мере, начало положено. Проблема ведь в том, что при сохранении существующего режима и в России, и на Украине конфликт не будет исчерпан и решен после переговоров. Потому что те же тенденции у нас сохранятся, и это будет скорее перемирие, чем прочный мир. Но, с другой стороны, возможно, за период перемирия, если он наступит, в обоих странах изменится что-то в общественно-экономическом устройстве по результатам вот этих вот боевых действий. Да, было бы неплохо. Михаил, давайте перейдем к следующему вопросу. Наш последний вопрос касается новости о том, что в четверг умер телеведущий Николай Сванидзе. Как вы считаете, приведет ли это к серьезным изменениям на российском телевидении? Ну, мне кажется, что на российском телевидении уже объективно начали происходить некоторые изменения в связи с началом войны, в связи с началом боевых действий. Ряд деятелей телевизионных, медиа и прочих, они покинули страну, были объявлены иноагентами. Сванидзе, кстати, как ни странно, звание иноагента не получил, хотя он занимал как раз достаточно проукраинскую позицию, естественно, потому что он был представителем такого либерального лагеря. И мне кажется, что изменения будут связаны не столько с его смертью, сколько с изменением общей обстановки. Ну, а что касается самого Сванидзе, то можно увидеть, что это журналистское телевизионное сообщество, всячески восхваляет покойного. То есть, и поэтому одной ногой вот эти все граждане, да, они по-прежнему находятся в тех старых условиях, в той же такой прозападной либерально-буржуазной системе мировоззрения, которая сейчас заменяется на такую же, в принципе, буржуазную, но условно такую национально-патриотическую. При этом они пытаются постоянно сидеть на двух стульях, и я не удивлюсь, если уж Сванидзе и на агентом они назначили, то через некоторое время будут выискивать у него какие-нибудь патриотические высказания, и говорят, что на самом-то деле он был великолепным патриотом. Хотя на самом деле ничего подобного. Это был прожженный такой буржуазный журналист, абсолютно антисоветский и, соответственно, антипатриотический, который народ на всем постсоветском пространстве, до простых людей, он относился к ним презрительно абсолютно, и к населению России и других стран, и признавал за людей только тех, кто занимал сходные с его мировоззрением позиции. И достаточно вспомнить то, как он рассказывал, допустим, про события 1993 года, про штурм Белого дома, и всячески обелял Ельсона. И его деятельность, вот этот расстрел закон избранного парламента из танков, было прекрасное его высказывание о том, что вы представляете, оппозиция позволяла себя оскорблять президента и упоминать о том, что он появляется в нетрезвом виде и вообще нехороший человек, и делает что-то неправильное. При этом, естественно, Сванидзе, например, по сегодняшнему дню, активно говорил, да как же так, как же можно вводить законы об оскорблении государственной символики или же закон, предполагающий, что нельзя ругать российскую армию. То есть, в принципе, традиционная позиция любого буржуазного журналиста, он за свободу слова только для своего класса, для того, чтобы эту свободу слова использовать в нужных ему речах и, соответственно, чтобы проводить нужную ему пропагандистскую кампанию. Спасибо, Михаил, за очень интересные ответы. Было приятно с вами побеседовать. Я думаю, что на этом мы закончим наш сегодняшний подкаст. И до новых встреч. До свидания. До свидания.